Приветствую всех, уважаемые друзья, коллеги, любители дизайна. Сегодня у нас замечательный день, здорово, что вы тянетесь к знаниям, собрались. Спасибо организаторам большое за конференцию, которую собрали. Всегда здорово, всегда интересно поучаствовать, поделиться знаниями, материалами. Меня зовут Станислав Орехов, кто-то меня знает, возможно, знаете меня по конференции. У меня студия дизайна, мы делаем конференцию вместе с радиалогом, соответственно, и с Максимом Вересом. Вот втроем мы организовались и делаем уже 9 лет подряд замечательные события, возможно, вы там тоже были. У меня студия дизайна, если кто-то меня не знает, я делаю много разных проектов. Ключевой моей особенностью являются составляющие, две составляющие творчества. Я творческий человек и то, что я делаю именно заточено под то, чтобы не чтобы там денег максимальное количество заработать, а чтобы делать интересные проекты, задачи, чтобы развиваться в этой теме. И развивать сообщество наше. То есть это одна из ключевых моих вещей. Вот на экране вы сейчас видите книгу, материал. Мы готовили год примерно. Вот я сейчас тоже, кстати, покажу. Кто еще не приобрел, тоже сможете приобрести. Девушкам я обязательно пришлю. Сейчас мы занимаемся пересылкой, поэтому кто-то у нас модератор. Татьяна, Светлана, вот вам тоже пришли копию, обязательно почитайте, посмотрите. Там про вас, кстати, тоже есть. Там в числе рекомендованных есть обязательно необходимость дизайнерам продвигаться не только самостоятельно, но и через замечательных партнеров, агентство «Радиалог» в этом плане, конечно. И мне очень сильно помогает, и другим дизайнерам. Поэтому большие молодцы. Всем рекомендую. Обязательно пользуйтесь стратегией продвижения. Но сегодня мы говорим не о привлечении клиента. Сегодня мы будем говорить о комплектации. Наша тема называется «Все видно и слышно?» Отлично. Сегодня наша тема называется «Как построить студию?» Давайте сначала с вами немножко познакомимся, потому что я могу рассказывать любую тему практически. С такой разной глубиной погружения я вот заметил тоже для себя, что когда ты читаешь какие-то книги, либо смотришь какие-то материалы, я лично так воспринимаю информацию, что 2-3 года, 5 лет назад я когда смотрел или читал какую-то тему, у меня было одно ощущение, а потом, допустим, через опыт, через 2-3 года уже читаешь, либо сейчас и смотришь ты просто на другие вещи. Бывает ли у вас такое, что как будто вы смотрите какой-то материал, неважно, что там конференция, вебинар, бывает там книга, либо видео какое-нибудь, вы смотрите и видите немножечко вчера по одному, а сегодня по-другому, а завтра, возможно, по-следующему. Это такая многогранность. Встречались ли вы с такими ситуациями? Было ли у вас такое вообще? Напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, потому что очень важно сейчас, в том числе, понять, на какой уровень мне сейчас рассказывать, насколько глубина у вас есть погружения. Соответственно, сразу же напишите, вы новичок, вы профессионал, у вас студия, кто вы именно сейчас по опыту. Это тоже очень важно, потому что я вижу сейчас у нас несколько десятков человек, и очень важно посмотреть именно какой у вас опыт для того, чтобы помочь именно вам в чем-то. Мы сегодня с вами пообщаемся, у меня не будет обычной лекции, презентации. Я вообще не очень люблю презентации, потому что я считаю, что... Ну не то, что считаю, способы бывают разные. Одна из таких интересных особенностей, что вот когда мы находимся, особенно в небольшой такой группе, здесь и сейчас, то, соответственно, важно именно вам получить какой-то ответ на вопросы. Поэтому мы сейчас так поступим, вы сейчас напишите о себе немножечко. Да, пишите все сейчас, кто присутствует, потому что, ну иначе зачем вы тут находитесь, обязательно, чтобы все писали, это будет полезно. Я буду вам по мере сегодняшнего мероприятия задавать вопросы и, соответственно, как-то их комментировать. Так вот, хочется донести пользу каждому. Есть очень много разных знаний, проверенных на опыте. Вот, сегодня буду вам про них рассказывать. Так, пишите пока о себе. Кратко я сейчас расскажу о теме, да, как я ее вижу. Ну, наверное, не знаю, минут 5-10, там как получится. Вот, а потом вы параллельно можете задавать вопросы, я их буду зачитывать и буду стараться системно их раскладывать. Касаемо по комплектации и по созданию бизнеса в этой сфере. Да, кстати, пока напишите, насколько вам важно именно как бизнес, да, или как творчество, как вы воспринимаете, как вы на самом деле считаете, должно быть в вашей ситуации, в вашей позиции смешаны именно творчество и бизнес. Как вы видите это? Это тоже очень интересный вопрос, хотелось бы с вами его тоже сегодня обсудить. Так, вот, в общем-то, я вам задал тему на обсуждение, на вопросы. Пока пишите, пока слушайте, я сейчас буду рассказывать. Я в целом, ну, начал карьеру дизайнера, случайно достаточно, был визуализатором, потом стал дизайнером и в какой-то момент понял, что ограничиваюсь по нескольким параметрам. Первый параметр – это количество проектов, которые я не успеваю делать, то есть клиенты шли. Когда ты делаешь что-то хорошо, может быть, у вас такое тоже бывает, по сарафанному радио к вам идут и идут клиенты, да, и ты просто, ну, либо отказываешься, либо повышаешь цену, ну, что не всегда там комфортно и тебе, и клиенту, да. Да, хочется, конечно, всех взять, все проекты интересные, со всеми хочется работать, вот, но ты сталкиваешься, я сталкивался с несколькими параметрами, такими не очень классными. Первое – это то, что не получается времени уделить на все, да, еще есть не только работа, да, еще есть жизнь, и хочется много чего успеть и профессионально вырасти, и в путешествиях ездить, а тут у тебя работа, и как только ты берешь людей, тоже возникает проблема, да, что возникает ситуация, когда, ну, в общем, они не делают так, как ты хочешь, ты, в общем, все бросаешь, да, и делаешь вместо них свою работу. Это такой гипертрофированный перфекционизм. В общем-то, я тоже, как бы, с этим страдал и думал, что так и надо, и что, ну, как бы, спастись вообще очень сложно. Вот, на самом деле это не так, спастись можно и нужно, и одна из одних неочевидных вещей, вот, о которых я сегодня начал говорить, то, что я затронул, именно глубина погружения, она касается того, что на тот уровень я не знал и вообще не понимал, что можно каким-то образом, работая в команде, да, делать больше, то есть, когда один плюс один плюс один, да, в каждой своей специальности, да, получается, там, не 10, там, а 20 или 50, то есть, те задачи, которые ты вообще не можешь делать, и никогда бы тебя к ним не подпустили. В моей практике это была именно работа с компаниями такими, как Сбербанк, мы делали для них несколько объектов, больших холлов, офисов, там, десятки тысяч метров. Компания Аэрофлот, мы сделали несколько касс на Арбате, там, на Волгоградском проспекте, то есть, много достаточно, порядка пяти объектов, на Москва-Сити, то есть, мы делали вообще там огромный вот этот терминал. Вот для этих объектов меня, как индивидуального предпринимателя, индивидуального дизайнера, да, сложно было бы прийти к ним. И, соответственно, о чем это говорит? О том, что я бы, ну, не смог реализовать те объекты, да, в которые пользуются людьми, используют каждый день, и, по сути, я бы не транслировал там какое-то свое внимание, влияние, да, это не только ради денег. Вот как бы поэтому это одна из таких составляющих, то, что у меня замыкало, я сейчас про это и рассказываю, то, что для чего создавать компанию, создавать студию, для чего двигаться дальше. Второй момент очень важный, это то, что, когда ты что-то делаешь, ты приобретаешь, ну, как бы опыт именно в этой новой теме, и вот когда, вот знаете, когда рисуешь там, допустим, на, ну, картинку рисуешь, да, допустим, и когда ты придумываешь интерьер, то шаг за шагом ты делаешь больше и больше и больше, да, и, соответственно, здесь, когда ты что-то сделал на опыте, вот, допустим, таких вот крутых там компаний, опыта, опыте общения с крутыми людьми, ты как бы приобретаешь себе новые навыки, которые помогают как бы двигаться тебе вперед. Вот, и в этом плане, конечно, там, работа в команде, да, движение вперед, желание постоянно развиваться, оно, естественно, ну, как бы двигается вперед. Это для чего я говорю, для того, чтобы, ну, не переживать, что есть какие-то проблемы, они в любом случае есть. Давайте сейчас три самые важные разберем, вот две я разобрал. И третье, это когда возражение, да, условно, там, создавать или не создавать студию, чем компания там лучше, не убивает ли она творчество. Вот это самый, один из самых важных моментов, я его оставил, так получается, на третью часть, да, потому что он самый важный, о нем стоит поговорить детально. То есть у многих дизайнеров есть такое ощущение, что творчество убивает, вернее, что как бы бизнес-подход и систематизация, оно убивает на самом деле творчество. Я хочу сказать, что это огромнейшее заблуждение, и наоборот получается, что систематизация, что такое систематизация? Это правильная последовательность, это умение разговаривать с клиентом, это умение упаковывать свой продукт так, чтобы он нравился не только тебе и соседям, и сарафанному радио, но и в целом людям в мире, да, он был понятен. Это умение вести там сложный, может быть, переговор, да, отстоять свою позицию, если нужно. Это умение презентовать не только свой продукт, но и себя лично. Вот все это относится к компетенциям, к навыкам, которые ты развиваешь, и их можно развивать также системно. И вот эта вся составляющая, она не мешает творчеству. Почему? Потому что все, что ты систематизировал, ты можешь автоматизировать, и, соответственно, отдать людям, отдать своим помощникам, отдать своим коллегам, которые лучше разбираются по многим параметрам в том, что мы делаем. То есть еще одна такая штука, ну давайте она такая бонусная, назовем ее, что как бы дизайнер, есть такой миф, что дизайнер вообще должен знать все обо всем, и как бы чем вот он более опытный, чем он больше знает, тем он лучше как профессионал. Естественно, да, это так, к этому надо стремиться, мы всю жизнь обучаемся, и в профессиональном плане постоянно там каждый новый проект, вот я очень много чего нового узнаю. Но еще есть другой факт, факт заключается в том, что когда ты делаешь какое-то одно дело, ну вот круглосуточно, да, то есть фокус твоего внимания куда направлен, вот то ты и развиваешь. Фокус внимания, так как дизайнер – это многограновая профессия, да, и мы работаем сразу во многих областях. Мы делаем там и планировку нам на технические навыки, да, и общение с клиентом, и переговоры, и договорные отношения, и юридические какие-то моменты. И если мы там офис снимаем, то организационные моменты, как все это, в общем, нормально сделать. Это само творчество, да, это комплектации, как это потом все реализовать, это работа со строителями. Ну, я сейчас, у меня пальцы кончатся рассказывать обо всем. То есть вы и сами без меня прекрасно об этом знаете. И если ты все делаешь по чуть-чуть, то просто жизнь так устроена, ну, как бы наш мозг так устроен, мы не можем себе флешку включить в голову и закачать сразу информацию, и чтобы она осталась навсегда. К сожалению, у нас процесс обучения происходит только через практику, и через навыки. И даже вот то, что я сейчас рассказываю, я как бы просто, ну, как бы, просто по сути там рассказываю некую стратегию, да, но на самом деле она никому не поможет. Поможет именно работа с каждым из этих пунктов последовательно. А чтобы работать с каждым из этих пунктов последовательно, нужно понимать, к чему вообще идем, там, общую составляющую как раз-таки. Сейчас я об этом расскажу чуть-чуть подробно, чтобы было понимание, как это вообще работает. Что для этого нужно? Да, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы построить команду, для того, чтобы организовать студию, и, соответственно, помогать лучше клиентам через это. Что нужно? Нужны основные там три аксиомы. Да, вот я работаю с людьми, с которыми общаюсь, и вообще в целом, то есть, то, что я рассказываю, там, то, что написано, опять же, давайте покажу опять, да, в моей книге то, что описано, оно описано именно по составляющей. Там три основные аспекта есть. Кстати, это можете записать, это важная фишка, я вот ее буквально пару дней осознал, понял, проанализировав то, что с кем я вообще работаю, с кем общаюсь и с кем у меня получаются самые лучшие результаты. Не важно, кто это, там, консультирую я дизайнеров, консультирую я клиентов, делаю для клиентов работы, либо консультирую вообще бизнесы, не относящиеся к дизайну. Ну, к примеру, вчера, допустим, у меня был диалог, там, ребята производят колокола, такие специальные, которые вибрируют, да, и за счет этого получается как медитация, то есть, они какие-то звуки сдают, и что-то там, в общем, внутри меняется. То есть, для меня это какая-то темная тема, я ее не понимаю, но я точно так же могу спокойненько, системно разложить и помочь им в чем-то. Так вот, три составляющие, пометьте, это важная такая часть. Первая составляющая, ну, не составляющая даже, так можем сказать, а аксиома, некая аксиома, некий подход к жизни, да, некая философия, которая позволяет выделиться и которая позволяет, ну, для себя, ну, вообще понять, сдвинешься ты куда-то или не сдвинешься. Я для себя такое вывел, может быть, вам это тоже будет полезно, может быть, нет, смотрите сами. Собственно, эта штука и фильтрует, да, кому по пути, да, там, с нами условно, кому нет. Значит, первая позиция, первая аксиома. Есть люди, я даже встречаю, кстати, по комментариям очень часто, и там, особенно, знаю, в Фейсбуке, там, в каких-то других социальных сетях, да, допустим, есть люди, которые что-то выкладывают, что-то делают, да, они создают, и есть другие люди, которые комментируют. И замечали, наверное, вы тоже, да, то есть есть люди, которые говорят, о, молодец, красавчик, у тебя все получилось, там, супер, да, и есть люди, которые, наоборот, пытаются, там, принизить и сказать, что, типа, все не так, в жизни так не работает, у нас, у клиентов это не работает, значит, все не так устроено, как ты написал, да, все не так сделано, как ты картинку выложил, типа, у тебя все плохо. То есть люди делятся, по сути, на пессимистов и оптимистов, условно говоря. Так вот, это внутренняя позиция, внутренняя, именно только внутренняя. Мир, он на самом деле очень разный, и наш фокус внимания направлен на то, что куда мы смотрим, такой мир и есть. Я по себе это тоже отфильтровал, отметил. Я когда ездил, допустим, в Европу, я люблю путешествовать, и мое любимое место, допустим, это юг Франции. Когда я первый раз туда поехал, у меня было очень мало денег, то есть я поехал, меня попригласили, один клиент пригласил, я ему выполнял проект на Лазурном берегу. Соответственно, я, конечно, впечатлился очень тем, что видел, мне было не очень много лет. Соответственно, денег у меня было не так много. Я ходил не в самые лучшие рестораны, не в самые лучшие гостиницы, но все равно я очень впечатлился, и меня это зажгло, меня это мотивировало. Дальше, когда денег стало чуть побольше, я уже самостоятельно поехал в путешествие туда. Соответственно, жил чуть получше, в уровне получше. в этих самых гостиницах получше, в ресторанах получше. Короче, впечатление от того и того же мира, то есть мир-то не поменялся, но мое впечатление, оно изменилось, оно перешло на новый уровень. И потом, когда стало вообще нормально, комфортно, то есть когда я вышел на уровень заработка более 10 тысяч долларов, допустим, в месяц, это уже я смог поехать на своем недешевом автомобиле, это совсем новый комфорт, уровень комфорта, останавливаться где хочешь, едешь где хочешь, ешь где хочешь, то есть это совершенно другая история. В принципе, вот так в жизни устроено. То есть есть разные течения, кто что видит, тот то и воспринимает. Есть люди, которые негативщики, есть люди, которые нормальны. То есть первая основная часть – это просто с открытыми глазами смотреть на мир. Это чертовски важная вещь, потому что если ты блокируешь себя, внутрь ничего не идет, и книги не воспринимаются. То есть мозг так устроен, что когда ты читаешь книгу, у тебя получается, что он блокирует ту информацию, которая ему не нравится. А ключ к успеху, один из основных, который я для себя открыл, это наоборот то, где что-то мне не нравится, как только кто-то говорит что-то там, что я считаю, что не так, я наоборот уши на макушке, да и слушаю. Это хорошо видно по дизайн-конференции. Вот если кто-то был, у нас на дизайн-конференции получается много очень разных мнений. Мы рассказываем об одном и том же, разные люди в разных ситуациях говорят, у меня вот так устроено, у меня вот так. То есть мы к бизнесу так относимся, мы к творчеству так относимся. И каждый по-своему. Есть опять же люди, которые фильтруются на тех, кто ищет подтверждение своего, то, что сам думает, а кто-то ищет в других тоже полезное. Вот я рекомендую, то есть первая позиция, она говорит о том, что смотреть на мир вообще, на все с большим позитивом, да, и искать, даже если в том, что тебе не нравится. Не обязательно это принимать, но понимать другую сторону очень надо. То есть надо понимать, как и с одной стороны это устроено, так и с другой. К примеру, есть люди, которые говорят, вот после кризиса, короче, клиентов нет, и все плохо. Сложно найти клиентов, нет клиентов, и вообще не получится. Мне нужно понимать их позицию, чтобы с ним разговаривать. Есть люди, которые говорят, там, допустим, система не работает, только надо творчество. Мне нужно понимать их видение, их развитие, их мировоззрение для того, чтобы аргументированно работать. То же самое, тот же самый инструмент мы используем в том числе и для работы с клиентом, для работы, как бы для переговоров, для продаж, для убеждения. То есть это всего лишь инструменты, и их надо, как бы, понимать для себя и использовать. Это первое. Сейчас я дорасскажу и перейду уже к вопросам. Основную мысль. Значит, вторая часть, это тема, касающаяся, есть позиция изучения, да, когда ты слушаешь и знаешь, есть позиция знания, опыта и знания. Так вот, книги, посещение мероприятий, каких-то событий, тренингов, чего угодно, оно ничего не дает. То есть это видимость, это иллюзия. Вот чем быстрее мы это поймем, тем лучше. Я это понял для себя очень, не сразу, честно скажу. То есть я на этой теме очень долго тормозил. И не понимал, как же так. Я же умный парень, да, я читаю, я должен это применить. Ничего подобного не работает. Потому что мозг, опять же, блокирует информацию. Я вот для себя выявил такую штуку. Где-то полгода назад я попал тоже на одно мероприятие случайно. Ну, вообще, я люблю ходить по разным мероприятиям. Кстати, вот как и вы тоже похвально, да, что проводите время на обучение. Я попал на какое-то мероприятие и смотрю, там какой-то продавец что-то продает со сцены. Я думаю, ничего себе красавчик, как он это делает. Думаю, это же вообще не про меня. Ну, то есть я не продаю, я дизайнер, да, и я могу систематизировать. Ну, как бы я могу там что-то записать. Но я вот не такой человек, который может условно поговорить с клиентом, да, и чтобы он купил там один на один. А потом подумал, а почему нет? Стал смотреть, присматриваться тут же со сцены, что он делает. И вдруг понял, что все это раскладывается очень просто. Раскладывается в единую систему. То есть пока он делал выступление, я уже прописал эту систему и понял, что вот, у меня есть понимание. Вот раньше я бы на этом остановился. Это была бы большая проблема и большой было бы ошибкой. Как я поступил? Я, собственно, приехал домой, да, и тут же, тут же стал внедрять. То есть я взял телефон и прям тут же стал звонить, кому не жалко. Кому? Конечно же, поставщикам. То есть я стал на них испытывать, ну, как бы они же хотят сотрудничать. Вот я стал им звонить, говорю, давайте сотрудничать. Вот, соответственно, тренироваться можно о чем угодно. То есть, собственно, результатом, да, вот этого вот темы у меня получилось издать эту книгу. Вот если бы я не был, если бы не научился продавать, не научился делать. Вот там один из наших партнеров, да, тоже здесь вот участвует компания Ледников, компания Орлайта, светильники. Вот, собственно, мы с ними заключили очень выгодные такие сделки, переговоры именно благодаря опытам. И вот какой навык второй я понял, очень важный, и уже для себя точно зафиксировал, и вам его с удовольствием говорю, что не важно, что мы знаем, даже знать много, в принципе, бессмысленно, важно тренироваться и важно использовать навык. Вот, у меня получилось только благодаря тому, что я стал использовать. У меня, естественно, не получалось, я нашел этого парня, позвонил, ему говорю, слушай, я использую по твоей лекции материалы, говорю, у меня что-то не получается, можешь меня проконсультировать? В общем, мы договорились, что он меня будет консультировать, и вот за две недели я обрел новый навык, по сути. Хотя, ну, как бы до этого не был абсолютно, там, не продавцом, ничем. Вот, это вторая часть. И третья часть, то, что мы уже затрагивали сегодня, это аксиома, да, и первое, второе, это те аксиомы, с которыми я, как бы, исхожу, все, что я буду говорить, оно к этому относится. И третья часть, она касается уже систематизации. То есть, система поможет творчеству, можно так ее записать. Если ты пытаешься хаотично чего-то там ходишь, допустим, знаете, некоторые люди ходят на разные лекции, я ничего не говорю, то есть, конференция – это замечательная история, мы сами делаем конференции. Но, если ты просто послушал всех, и у тебя разрозненное мнение, никогда не соберешь это в одну историю. То есть, никогда не получится применить ее, ну, как бы, от всех информацию. К сожалению, нет никакой другой возможности, кроме как проанализировать все, что ты узнал, и построить для себя какую-то свою систему, какую-то свою схему. Почему еще это важно? Потому что у нас у каждого разный бэкграунд. К примеру, я в дизайн пришел из визуализации. Соответственно, я буду топить за картинки и говорить, что вот картинки – это там наше все, надо клиенту показывать картинку. Кто-то пришел в дизайн из, допустим, чертежей, и он замечательный инженер. Он говорит, мне визуализация вообще не важна, мне нужно показать, что я там все грамотно, четко спланировал. То есть, он через это идет. Кто-то пришел, допустим, из пиар или маркетинга. Или кто-то любит, ну, соответственно, они могут создать студию и продавать материалы через других дизайнеров в партнерстве. Кто-то пришел из декора, допустим, или из стиля. То есть, ну, стилист был. Соответственно, для них очень важны какие-то бренды, стульчики разные. Ну, именно такие вот, важное сочетание цветов и так далее. Кто-то пришел из архитектуры, да, вы тоже знаете, что там вот своя как бы философия. И это хорошо. О чем это говорит? О том, что у нас у каждого своя уникальность, свой путь и своя система, которую мы можем открыть только из себя, из своего сердца. Вот это самое важное. То есть, тут получается не следовать за кем-то, да, и даже то, что я говорю, ну, как бы не слушать и не полностью применять, а просто использовать ту методику, которую, допустим, я рассказываю для себя, чтобы не следовать ей, а чтобы найти себя, свое применение для этой темы. Вот это вот основное, ключевое, что касается обучения. Не мог не рассказать, да, то есть, это важная одна из частей для создания студии и для работы. Ну, вот примерно так. Кто понимает примерно, о чем я сейчас рассказал, да, кому это близко, напишите. Я сейчас пока почитаю ваши комментарии и потом расскажу про студию, как это в жизни применяется для клиентов. Да, опять же, сегодня я не хотел сделать такую лекцию, типа, вот студию, вот там какие-то сотрудники у вас должны быть, вот так они работают. Вот это невозможно сделать за час, сколько там у нас времени, я просто хотел немножко концептуально направить. На самом деле, посмотреть там лекции по созданию студии можно там на моем YouTube-канале, у меня там, ну, сколько угодно, берите там, как создать студию, там Станислав Орехов. Там выйдет именно детально, как это делать. Вот, плюс сегодня еще у меня будет вечером еще одно занятие, да, вы можете также там дозадать вопросы, у нас будет еще одна тема, я там расскажу про комплектацию и, значит, добью технически там, что не нужно. Вот, сегодня хотелось пообщаться с вами, поэтому напишите сейчас, как бы, насколько понятно, то, что рассказываю, насколько там заходит, не заходит, применяйте. А я сейчас пока поотвечаю на вопросы, прокомментирую немножечко то, что вы написали. Так, окей. Практически так всегда, все слышно, видно, отлично, отлично. Так, архитектор интересует спец... Ага, конечно, растем, дизайн работает на себя в сфере 11 лет, отлично, Ирина. Ирина, Мария, архитектор, интересующийся в специфике дизайна, хочу свое, что-то открывать. Ну, из архитектуры, получается, очень хорошие дизайнеры, если откинуть немножко архитекторский перфекционизм и смотреть на это дело, как на построение тоже дома, да, как на построение архитектурного какого-то объекта. Вот, если так смотреть, то все получится. Вот, как бы, ну, не заморачиваясь, я думаю, здесь точно должно сработать. Так, у меня убегают немножко комменты, сейчас я их найду. Так, работаю три года на себя, Елена, отлично, сейчас хожу на стадии создания собственной студии дизайна, отлично. Все ли получается, что получается, что нет? Какие нужны советы, рекомендации? Роман, да, уточните. При посещении музеев и картинок галереи также каждый раз по-разному воспринимаются объекты. Да, супер, отлично. Без творчества нет бизнеса. Окей. Семь лет назад думал, что дизайн творчества на первом месте, сейчас, потому что это большой бизнес. Ну, и то, и то, комбинация. То есть, если не будет творчества, либо будет его меньше, то никто покупать не будет, потому что, ну, как бы бизнес, сейчас еще один такой момент очень важный. Бизнес многие можно устроить. На самом деле, построение бизнеса, оно больше, мне кажется, даже технологично, да, чем нежели там дизайн. Потому что там уже столько миллион книг написано, да, и методика, как это делать. А вот именно в творческой сфере приходит это больше не по бизнесу, приходит лично к нам. И вот ключ вообще к творческой истории, это как сделать свою личность, как транслировать свою личность через то дело, которое мы делаем. Для чего мы делаем бизнес? Опять же, многие из нас здесь не то, чтобы там супер много денег заработать. Нет, достойно зарабатывать, допустим, до миллиона в месяц, это, в принципе, нормально и допустимо. Ну, не то, что допустимо, это нормальный, понятный алгоритм, как дойти до миллиона в месяц дизайнеру. Ну, прям совсем понятно. Вот, и там выше уже как бы надо более сложные какие-то моменты. А там 100, 50, 100, 300 тысяч, 500, это вот просто там 1, 2, 3, это даже там супер премудрости не надо. То есть, ты делаешь дизайн, ты делаешь комплектацию. Ты собрал пару помощников, назначил им управлянческие какие-то отчеты и вперед. Вот, если говорим 500 и миллион, это уже тебе нужно дополнительные услуги делать, что-то, да, либо это, ну, короче, дополнительно, сейчас не будем об этом говорить детально. Но в целом это уже более системное построение и уже какая-то управленческая отчетность появляется. Вот, но в целом до миллиона дойти, ну, как бы разумно, реально там в течение года, ну, как бы это нормально. Вот все, что дальше, где уже начинается там большой бизнес, да, вот если мы говорим о бизнесе, то это уже тяжелее. Вот, поэтому для дизайна, для многих из нас, вот как бы комфортная такая история. То есть, нам не столько важны, там, миллионы, миллиарды, там, яхта, самолеты, сколько делать свое дело хорошо, радоваться каждый день и получать какое-то удовольствие. Вот, как бы мы об этом. Поэтому в дизайне оно получается вот такая вот, ну, условно, особенность, да, вот у нас. Ну, как бы не хорошо, не плохо, вот так есть. Вот, и я вот рассказываю, собственно, как это сделать сейчас. Так, дальше. Своя мастерская, штат 7 человек, подключивая премиальный сегмент дизайн. Это миллионный, жесткий, структурированный бизнес, где продукт это креативное и ясно, прикольно, да. Творчество это все же хобби, на мой взгляд. Да, да, да. Короче, смотрите, в чем суть. Давайте я вам расскажу немножко по студии. Напишите вам, мне будет тоже интересно, напишите, что сейчас лучше рассказать. У нас вот еще время есть. То есть я могу рассказать вам именно устройство студии, систему, как там внутри должно быть устроено с точки зрения людей и процессов организованных. Либо второе, с точки зрения психологии, как себя вырасти, как позволить себе зарабатывать сначала там условно 50 или 0, да, с нуля, потом 50, потом 150, потом 300 тысяч, потом 500 и миллион. Вот, как бы, кому больше систему, напишите, система, кому больше, что должно быть внутри для заработка, для того, чтобы позволить себе, напишите для заработка. И то, и то могу рассказать. Как бы две немножко разные темы. Так, давайте, вот 3-4. Сейчас проголосуем. 3-4, психология, система. Что победит? Как начать, система, мы услышали, все понятно, окей. Пока побеждает психология, давайте, кто здесь у нас в чате, скорее откидывайте свои телефоны, подходите, печатайте, чтобы было понятно, что мы с нами. Кто голосует, тот и, соответственно, слушает. Так, система. Окей, окей. Хорошо, у нас осталось 25 минут, я так понимаю, да, может быть 30. Я сейчас постараюсь кратко и то, и то рассказать, сейчас давайте сегодня, как бы, основу самое расскажем. Сейчас начну немножко с системы, и потом перейду к психологии, скорее всего так, чтобы всем тоже показать, все-таки тема у нас сегодня тоже, вот, не отвлекаться, да, сильно, у нас по системе тоже. И психология тоже обязательно расскажу. Итак, по системе студии. Что самое главное понять? Давайте некоторые принципы, некоторые аксиомы сначала тоже расскажу. Что важно? Значит, первая аксиома – это то, что один в поле не воин. Как только мы это принимаем, просто на уровне сознания, на уровне внутреннего сознания и понимания, то есть, одному не сделать. У меня эта история была, когда я брал проекты, и я не хотел чертить. То есть, у меня была именно такая нелюбимая работа чертить, хотя я чертил уже до этого много проектов. Я работал в компании, в которой я должен был чертить, даже не чертить, а создавать 3D-модели в автокаде, именно в 3D. То есть, там были такие чертежи. То есть, тогда ревита еще не было, сейчас уже есть ревит. А тогда мы в автокаде делали квартиры такие трехмерные. Вот, я был чертежником как раз так, проектировщиком. Ну, не проектировщиком, это громко сказано. Чертежником, скорее, больше. Вот мне дизайнер давал картинки задания, и я, собственно, это очерчивал. И пока я не понял, что я этим не хочу заниматься, да, прошло какое-то время. Я быстренько переквалифицировался на 3D, и потом, собственно, стал делать 3D. Так вот, больше я не хотел никогда чертить. И первая составляющая, то есть, как начать делегировать, как построить систему, это выявить свое не самое нелюбимое дело. То есть, у меня это было черчение, то, что отнимало у меня времени. И договориться с кем-то, кто это будет делать. Не важно, сколько это стоит вообще. То есть, вы можете даже половину бюджета отдавать, ну, как бы поначалу. То есть, это нужно только для того, чтобы научиться делегировать. Я отдавал это коллеге, мне платили, блин, сейчас не вспомню, сколько стоит, по-моему, около 50 долларов, наверное, тогда платили за квадратный метр. Из них 10 я отдавал на черчение, соответственно, 40 оставлял себе. Но зато я никаких проблем не знал, я делал то, что именно нужно, и у меня было, ну, как бы нужно клиенту, и то, что я умел. И у меня был помощник, который вот сидел рядом, я тогда в компании работал. Вот, и, соответственно, он зарабатывал свои деньги, я свои. И вот тогда я испытал настоящий кайф, потому что я делал то дело, которое я люблю, и я делегировал то, что я не люблю. Поэтому первая стратегия – это выявить, что не нравится, и попробовать делегировать. Пока без правил, без, как бы, системы, просто вот попробовать. Потом, когда получаться не будет, уже придете за системой и узнаете, как это надо. Ну, то есть, это отдельно можно послушать, посмотреть, как системно делегировать. Это тоже, как бы, только правило. Так вот, вторая часть. соответственно до 1 что можно сразу отметить на кто должен быть это должен быть чертежный кто будет чертить если вам не нравится визуализация то вы выбираете техника визуализаторы которые делают вам визуализацию если он не нравится делать обмеры по левщика ну и так далее вот себе оставлять только та часть 1 которые приносит деньги и в максимум да и 2 которое приносит максимум удовольствия вот это основные вообще позиции которые должны быть окей дальше следующее что я понял на чем я стал дальше терять время и деньги это менеджмент что такое менеджмент менеджмент а это административная работа тоже напишите сейчас кто сталкивался когда ты вроде делаешь заказ общаешься с клиентом как профессионал как дизайнер а потом тебе нужно попросить него денег и как-то немножко как бы не хочется эти две вещи смешивать то есть какие бы мы внутри не были кремень до в любом случае есть некая такая вот как бы дружеская по сути такая минимум манипуляция да ну как бы отношения мешают бизнесу вот такая тема вот это не можешь на ну как бы нормально тут с ним дружишь обсуждаешь какие-то там житейские моменты правильные до вдохновляешься и тут говоришь такое вот теперь кстати вам счетик вам надо оплатить в прошлом месяце вы там не доплатили столько-то типа доплатите еще там 37 рублей 25 копеек вот и это просто некомфортно но если этого не делать то не будет порядка и соответственно у вас не будет он как бы у нас тоже не будет возможности существовать и оказывать услуги клиенту качественно правильно вот поэтому если мы это делать не можем если мне это не нравится то это можно делегировать для этого дела я взял менеджера которому дал правило то есть для того чтобы делегировать нужно по сути написать правило так вот я сделал правило написал ему правило что нужно дал ему договор говорить вот я заключил договор будь пожалуйста добр смотри с двух сторон то есть следи пожалуйста за мной хоть я и твой руководитель но но не воспринимая меня руководителя, воспринимая меня как помеху. То есть я как дизайнер, я могу не хотеть, я могу лениться, но я должен сдать клиенту вовремя, иначе нам капец. Поэтому, пожалуйста, напоминай мне мягко, не мягко, как хочешь, но чтобы я сделал. И клиенту, соответственно, что если он не заплатит, ты должен его напоминать. Это твоя работа. И третья твоя работа – это взять наших помощников, подрядчиков, визуализаторов и чертежника, и тоже следить за тем, чтобы они сделали свою работу. Тогда будет все клево. Я как ведущий дизайнер буду выполнять свою работу, клиент как клиент будет принимать вовремя, помощники будут вовремя давать дровишки, и за счет этих дровишек в виде 3D-моделей, в виде сцен, в виде чертежей я буду делать свою работу. Я говорю, тебе в целом эта тема понятна? Он говорит, да, понятно, нормально. Ты готов работать? Я говорю, готов. У тебя есть опыт? Говорит, опыта нет, но я разберусь. Я говорю, отлично, супер. Вот тебе договор, вперед. Естественно, там есть какие-то терки, есть проблемы, но в итоге это очень выигрышная стратегия. Это понимание. То есть я как руководитель, в данном случае уже выступаю здесь, не только как дизайнер, но и как человек, который руководит всем процессом, и как человек, который построил такую мини-систему. Вот эта мини-система, взяв себе помощников и назначив им роли, по которым они работают, и ответственность, и зарплату, естественно, сколько они за это будут получать, и дав им инструмент в виде договора, по которому они должны работать, все это дело я разработал, у меня получается такая мини-команда. Вот это и есть мини-студия, то есть по сути это и есть система. Понятная история? Дальше мы включаем стандарт профессии. В стандарте профессии я вам дам ссылочку. Я в итоге разработал такую тему, что всего у нас людей, не людей, а функций, сейчас я дам. Кто-то был на конференции, там, получается, уже видели эту историю. Так, всего функций у нас 10. И так, 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 опа, вот он, посмотрите. Всего функций таких 10. Там есть большой такой красивый майндмэп и объяснение. Там сумасшедший здоровый майндмэп. Так, open and do it up. Сейчас я его тоже вам скину. Можете сохранить себе. Это в целом вот все, что должно быть. Это уже на серьезном уровне, на уровне больших компаний, на уровне большого хорошего бизнеса. Там все продумано вот в этой теме. Вот, поэтому начинать можно с базы там, то, что я сказал. И вот он большой, этот самый PNG-шечку. Можете себе скопировать, использовать. Ну, и, в принципе, на сайте посмотрите. Кому это то, что я рассказываю, интересно, детально, это там. Так, теперь отвечу. Ну, как бы, вот это и есть основа создания студии. Когда ты что-то делаешь сам, что тебе нравится и доставляет удовольствие как дизайнеру. Что-то ты делегировал. И задача, как можно больше делегировать и оставить себе самое вкусное и самое приятное. К примеру, для себя я оставил общение с топовыми клиентами. Я называю их там VIP-клиентами. Это проекты от миллиона долларов примерно. Когда человек делает, вот как бы я с ними общаюсь, уже там сам выезжаю в виде ведущего дизайнера, выполняя функцию. Все остальное уже делают наши ученики, наши подрядчики, наши там нанятые специалисты по тем формулам, которые я им задал. Собственно, я разработал специальную систему обучения. Сначала мы их учим, людей, потом даем им заказы. И одни как менеджеры смотрят, чтобы они выполняли по проектам, а вторые смотрят, а вторые делают. И есть арт-директор, то есть я, вот у нас два человека, два арт-директора, я и мой ведущий архитектор Эмиль. Соответственно, мы смотрим, чтобы все было клево. А для VIP-клиентов мы уже сами работаем непосредственно для крупных заказчиков. Таким образом, у нас получается одновременно и бизнес, потому что мы делаем достаточно простые объекты. когда клиент приходит, говорит, мне сделайте, пожалуйста, там типа в стиле Икеи. Возьмите вот ваш такой-то объект и просто его скопируйте, копипейст. Мы говорим, вообще не вопрос. Но для этого вам не нужен супер мозг-дизайнер. Вам подойдет там условно менее дорогой, менее опытный ученик, но он будет работать под нашим надзором. Соответственно, вы не получите с ошибками. Клиент говорит, окей, меня устраивает, я готов платить там дешевле, допустим, либо не заплатить вообще, если ему не понравится. Вот такие опции есть. Мы берем ученика, предупреждаем его точно так же, говорим, вот ты только обучился, вот тебе клиент, он тебе заплатит, если ты все сделаешь хорошо. Это всех устраивает. Мы, соответственно, выступаем неким таким гарантом, то, что получится. Вот так это позволяет делать много таких, в принципе, не очень статусных, не очень значимых, но просто интересных проектов. И дальше мы работаем с крупными объектами, которые рассказывал. То есть это частные клиенты, квартиры, офисы, общественные здания. Это вот то, что требует именно такой интересного, детального подхода именно творческого. И за счет того, что время у нас есть развивать себя, смотреть, что есть нового, интересного, реализовываться, мы как бы развиваем себя профессионально и развиваем также вот тех людей, с которыми мы работаем, как бы наших учеников, позволяя им тоже на практике это всего добиться. Вот такая философия. Это вот кто-то спрашивал, что где взять таких людей. Ну, взять можно, готовых с рынка тяжело взять, можно взять кого-то талантливого и научить его. Либо взять уже готового, кто уже научился. Например, у нас очень много ребят уходит открывать свои компании и открывать частную практику из тех, кто научился. Но не все. Кто-то вот еще боится и говорит, я вот хотел бы с кем-то поработать в паре, в партнерстве. Но здесь как посоветовать? Здесь как вот в принципе и там с супругой, с супругами очень тяжело. Кого-то посоветовать, это такое дело достаточно интимное, индивидуальное. То есть, ну искать, если не искать, то и не получится. Вот точно так же. Но в целом стратегия такова. Она успешна на долгосрочную перспективу. Так, вопросы есть. Если сейчас отвечу и про психологию еще, наверное, расскажу. Как раз у нас минут 15 осталось, да? Так, конкретно сейчас брать большой проект. Как оценить и начать позиционировать себя как единицу? Мария, лучше не как единицу себя позиционировать. Это, кстати, такой вот лайфхак вам, совет. Нет, перестаньте говорить, что я делаю, и уберите свои работы с фриланс-бирж. Надо сразу же позиционировать себя как студию, потому что если вы позиционируете себя как фрилансера, то, соответственно, люди и платят вам как фрилансеру. Он говорит, ну типа, вы же фрилансер? С чего? Вы же, знаете, какой термин есть? Вот мы недавно общались. Вы же инстаграм-дизайнер. Вот такой термин есть. Инстаграм-дизайнер. Типа, за что вам платить много? Говорит, а почему ваша работа столько-то стоит? Вы же в инстаграме рекламируетесь? Такое вообще не понимаешь. Ну, короче, такая тема, что у тебя должен быть сайт нормальный, должно быть описано не я, а мы, наша команда. То есть команде есть за что платить дороже. Отдельному специалисту, ну, как бы просто, ну, не всегда. Вот у меня, я этого сразу не понял, не осознал, но потом это подтвердилось. Вот мой знакомый друг Вадим Васильев, у него агентство New Today. Вот он сейчас в Фейсбуке тоже там двигает эту тему. У него именно, он как бы сам один работает, там живет просто дома и нанимает себе топовых фрилансеров, ну, не фрилансеров, да, а коллег, да, и делает крутые объекты рекламные для девелоперов. Собственно, я с ним тоже работал, как топовый специалист, он меня нанимал для визуализации. Допустим, он делает жилой комплекс и нанимает меня там как подрядчика на визуализацию, там на дизайн, на консультации иногда я им давал и его клиентам. Так вот, он тоже такую же тему, в общем, мы с ним независимо к этому пришли, выводу. Короче, в чем фишка? Перестаньте говорить я, 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 говорите мы, наша команда, мы сделаем, и ставьте себя в позицию руководителя. Это в голове, вот мы говорим про психологию, это только в голове и подход, как только ты говоришь, мы команда, мы сделаем, у нас это предусмотрено, мы умеем с этим работать. Все, человек в спокойствии возникает, и он понимает, что он в надежных руках. Когда ты говоришь я, ну, как бы нет доверия, что ты и то, и то, и то знаешь. Вот я, допустим, я лично, я очень много чего знаю, я вот знаю, навыков есть, но я очень замороченный человек в плане там изучения, я все практически свое свободное время посвящаю развитию, самосовершенствованию и работе. У меня нет такого, что я вот там, не знаю, лежу на пляже там и фигней занимаюсь, вообще нет. То есть мне это скучно. Вот, поэтому там за много лет практики я знаю очень много тем. Но если я буду рассказывать каждую тему, я могу ее рассказывать на очень высоком уровне, потому что у меня есть, ну, везде практика. Но если я буду говорить это клиенту, он как бы не поверит в то, что можно там, ну, достаточно в молодом возрасте вообще все знать. Вот. Поэтому я ему специально говорю, что там, допустим, визуализацией я не занимаюсь, я могу так сказать. Хотя я прекрасно занимаюсь визуализацией, я там 10 лет занимался. Значит, чертить я не буду. То есть моей комплектацией я не занимаюсь. Хотя как не занимаюсь, я там книжку по этой теме написал. Просто это не я делаю, это делают мои сотрудники по моей методике вот по этой. Я говорю, вы специально, вот Талмуд, значит, мы работаем по методике. А методика вот эта обеспечивает то, что у вас будет качественно сделанная работа. Поэтому вот немножко прибить себе я, что ты умеешь, даже затекаешь, что ты умеешь, и показывать своих там коллег. И тогда это будет хорошо. Человек такой, а, ну все, понятно, да. То есть вы же, значит, организовали. Да, мы организовали. Значит, вы там будете смотреть за качеством. Да, я отвечаю за качество, я отвечаю за идеи, допустим. Но техническую работу зачем мне делать? И на самом деле человек хочет именно специалиста, который не завяз в рутине, а который именно мыслит. То есть мы вот сегодня про мысли говорим. Клиенты хотят людей, которые скажут им, что делать, и что делать не надо. То есть вот этот навык надо развивать. Все остальное можно отдавать другим. И если ты это позиционируешь там у себя на сайте, у себя на страницах, в фейсбуке, в инстаграме, как личный бренд, где бы то ни было, вот на выступление, я же сейчас это рассказываю, я же там, ну, условно, не учу там вас дизайну или студию ставить. Я говорю, нет, есть разные темы, их надо понимать и знать. Ну, просто вот, по сути, опыт рассказываю. Вот, ну, некий, да, некое видение. Возможно, кому-то это будет полезно. Вот, примерно люди хотят работать с такими людьми, которые понимают суть вещей. Так вот, можно тоже себе записать, да, где-то. Значит, очень важная, очень важная и основополагающая вещь – это именно понимать суть вещей. Потому что как только ты ее понимаешь, ты можешь построить стратегию, ты можешь уже это дело техники, выстроить себе команду, ты можешь понять, что каждому звену делать, и именно с этого начинается студия. То есть, с своих навыков, с понимания, что делать надо и что делать не надо. Как позиционироваться, как позиционироваться не надо. С кем работать и, самое главное, с кем не работать. Какие заказы брать, какие наши заказы, и какие заказы мы не будем брать. С какими клиентами мы работаем, с какими ни в коем случае даже близко не подходим. Я же недаром сегодня начал с трех позиций. Помните, какие были? Что вот я не работаю с людьми, которых мне надо переубеждать, что вот мир устроен не так. Почему? Не потому, что я не могу это делать. Это делается достаточно простыми приемами психологии. То есть, у психологов, короче, они этим занимаются. Они перестраивают мышление людей с негативного на позитивное. Но я не хочу этим заниматься, это не моя работа, не мой бизнес. И, короче, это дорого. Ну, то есть, мое время дорого стоит, чтобы посвящать свое время каким-то людям, которые думают по-другому, и они еще мне за это не платят. Типа, бесплатно я их должен переубеждать. Не надо мне этого. Они могут в своем неведении или в ведении, или в своем мире жить. Мы с ними не соприкасаемся. Так вот, я их осознанно отсекаю, хотя там, может быть, тоже есть мои клиенты. Ну, типа, и фиг с ними. Я сосредотачиваюсь на определенной уникальности. И вот с этой уникальности начинается понимание себя, и с нее начинается построение студии. Потому что построение студии – это не только документ или компания, а это вообще все в комплексе. Есть вообще семь навыков. Если интересно, могу вот следующий там у нас вечером рассказать про семь навыков более подробно, как вот пройти вот эту тему. Потому что, опять же, по комплектации, как бы сильно нового, наверное, я вам что-то не расскажу. Можете также комплектацию посмотреть на моей этом самом, на моей YouTube-канале, да, или там книжку купить. Да, кстати, книжку я сказал, можно приобрести книжку, она стоит 3000 рублей. Ну, в принципе, она очень тяжелая, мощная, очень качественная бумага. В производстве она мне стоила, не буду скрывать, миллиона она мне стоила. Ну, то есть, я инвестировал именно свои деньги. Вот, поэтому это очень крутая штука. Вот, рекомендую там, по сути, по минимальной цене. Можете приобрести ссылочку, да, кому будет интересно. Так, и не забыть мне, да, организаторам тоже отправлю, естественно. Так, что еще? Теперь про психологию, наверное, и сколько у нас осталось, чтобы из тайминга не выходить. 10 минут, будем уже потихонечку закругляться. Так, проблема в кадрах, актуальный вопрос. Про кадры сказал, воспитывайте кадры сами, либо берите готовых, как партнерские. Но самое главное, когда берешь кадры, самое-самое важное, чтобы вы договорились, по какой системе вы работаете. Соответственно, чтобы понять, по какой системе вы работаете, у вас должна быть хоть какая-то базовая система. Потому что самое печальное происходит, когда ты берешь человека и думаешь, что он знает, как надо. А он, может быть, знает, как он думает, как надо. А это, может быть, не та позиция, которую вы хотите транслировать клиенту. То есть, то, что об этом я сейчас говорил. Что это не ваша уникальность, это его уникальность. В этом случае у вас ничего не получится. Он будет транслировать, как он привык, как он хочет. А, соответственно, вы будете транслировать что-то другое. У вас просто будет, как лебедь, рак и щука, будете тянуть в разные места. Вот, не получится. Поэтому ключевое, сформировать, получается, свою позицию и брать уже людей, фильтровать условно презентуя свою позицию как я вот сегодня тоже делал и кому это близко они уже подтягиваются и с ними мы работаем общаемся дружим работаем ну и так далее вот и делаем вместе проекты кто против этой позиции ничего страшного хорошо вы как бы избавились от негатива тоже отлично поэтому вот так и по поводу поиска людей если вам повезет один из десяти будет окей человек но по факту из опыта из практики один из двадцати то есть вам надо перелопать и 10 встреч провести 10 резюме вернее 10 20 встреч 20 резюме один из двадцати будет соответствовать тем параметрам которые сейчас говорил по статистике опять же то есть это не только моя это в том числе статистика там моих с кем мы работаем там знакомых друзей и так далее один из 20 будет тот человек или та компания которая нужна вот поэтому просто перебором надо методом перебора смотреть то есть то есть можно основать студию но где держать людей в штате а нанимать сезон удобный такой формат роман конечно это самый основной формат вы даже не сезонно нанимаете вы нанимаете то есть у нас так устроено у нас есть финансовая еще такая модель еще важно самом деле все не успею рассказать одна из важных составляющих это финансовая модель вы даже не договаривайтесь с ним о стоимости в один раз договорились дальше от они отмечают по сути часы сколько они отработали а вы заранее договорились какого качества продукцию вы хотите получать И по сути у вас может быть сотрудников в обозримом будущем примерно, допустим, 50 человек. Типа такой мини-фриланс-биржи, только ваш фриланс-биржи, с которыми вы проговорили и которые в запасе. Они могут делать свое дело, а когда вам понадобится, у вас большой проект, вы можете их взять всех и дать им заказы. К примеру, у меня, когда я делал Москва-Сити, вот наша компания, не я, наша компания делала, я там как бы просто участвовал, скажем так, в виде руководителя. Делала все команда. То есть там с точки зрения дизайна мало чего интересного, но с точки зрения организации процесса очень много чего интересного. И нам пришлось в один момент нанять 20 дизайнеров, комплектаторов, 20 человек нам прям потребовалось за месяц. И мы посадили двух специальных людей, которые просто фильтровали сотни резюме, чтобы их взять в момент. Да, вы можете взять их на проекты, потом, если кто-то понравился, оставить на другие проекты. Вам не надо нанимать в штат, вы можете сдельно договориться. Вот и все, это очень клевая штука. Никто не нужен, по сути, в штате. Работа, сейчас, еще такая важная вещь. Если вы хотите нанимать кого-то в штат, то, по сути, надо воспринимать это так, что вы оптом покупаете его время. Вот вам кто-то нравится, вы оптом покупаете его и все. Ну, как бы окей, нормально, нормальная история. Ну, если вам выгоднее платить помесячно, то платите. Если не выгодно, то не платите. Без разницы. Как правило, еще одна штука есть, что оптовая покупка времени, она гарантирует то, что сотрудник для вас забронирует, зарезервирует время из своего графика. То есть, он не возьмет другие проекты. Он уже не дергается. Вы ему платите в месяц, он не дергается. И он работает только на вас. Вот это плюс такой. Минус в том, что вам надо обеспечивать его работой. Соответственно, у вас должно быть, чтобы взять в штат сотрудников, у вас должно быть уже построено привлечение клиентов на том уровне, чтобы у вас приходили клиенты. Не только по сарфанному радио, но и по интернету, незнакомые люди. А для этого надо построить свою концепцию, сделать свой продукт, сделать упаковку своего продукта и научиться привлекать клиентов из интернета. Это тоже навык. Директ реклама, ютуб реклама, креативчики создавать, чтобы клиенты к вам приходили. А дальше вы берете их контакты и продаете. То есть, продающую консультацию надо уметь делать. Одна из важных вещей – это именно продающая консультация, потому что, не знаю, у кого так было, клиент приходит, вы рассказываете, хотите показать, какой вы эксперт, ему все рассказываете, показываете. Он говорит, я подумаю и уходит. У меня так было очень много. Может быть, у вас тоже, вспомните. Очень много раз у меня так случалось, пока я не понял простую фишку. Нет задачи клиенту показать, какой ты умный. Есть задача показать клиенту, как ты решаешь его вопросы. Соответственно, когда ты показываешь, какой ты умный, клиенту, может быть, эти параметры не сильно важны, в чем ты специализируешься. Он думает о другом. Объясню. К примеру, вы рассказываете, какие классные вы визуализации делаете, либо какие классные чертежи делаете, а он думает не о том. Он думает о том, как мне выбрать строителей. А вы это не затронули в своей презентации. И вы не спросили его, что волнует, допустим. А он об этом не сказал. Вот у меня так много раз было, клиент говорит, спасибо, я подумаю. А как только ты узнаешь, что клиенту нравится, ты строишь весь диалог и всю историю вокруг того, что его волнует. И в этой теме находите общий язык. Вот такая еще фишечка есть прикольная. Это тоже надо уметь, это всего лишь навык. Как раз таки навык продаж, о котором я говорил, и переговоров. И его мы можем тоже выучить и двигаться дальше. В каком городе живете? Я в Москве. Очень нравится подход. Да, спасибо. Можно ли когда-то попасть на работу, как новичку. Обычно к нам на работу поступают люди, которые разделяют мою философию и концепцию. Соответственно, в основном я ее изложил в этой книге. Можете приобрести книгу, почитать, посмотреть. Если это близко, то... Ну, как бы... Сейчас объясню. Я бы с удовольствием вас взял, но мне вас надо будет научить. То есть, обучение займет вас примерно месяц. Как бы я не хочу за это платить. Ну, как бы я говорю, как есть. Я всегда говорю правду и как есть. Я за это платить не буду. Вы можете заплатить за свое обучение даже тому, как мы работаем сами. Мне выгоднее брать моих учеников, кто у меня обучился, либо кто там как минимум книгу почитал. Соответственно, мы с ними можем работать как-то. А так мне придется... Ну, как вы представляете? Вы таки приходите, да, и мне нужно будет выделить менеджера, который будет вас вести месяц и рассказывать, как мы работаем. У меня по-другому. То есть, сначала я специально выкладываю, зачем я делаю то, что сейчас делаю. В том числе, чтобы найти лучших сотрудников. Поэтому, если это вы, скорее всего, вы приобретете книгу, посмотрите какие-то мои видео на ютубе, сходите на конференцию, поймете, что то, что я говорю, действительно для вас. Придете и расскажете, что вы поняли, почему вам интересно работать именно с нами и какую пользу вы нам принесете. Вот примерно такая у меня стратегия найма людей. И она пока меня не подводила. Просто так с улицы, мне дорого брать, просто иначе мне придется вложить в вас от 30 до 50 тысяч рублей по статистике. Как бы не знаю, научитесь вы или не научитесь, но как бы я не готов разбрасываться такой суммой. Я лучше съезжу отдохнуть. Как бы 30-50 тысяч рублей, там, ну, как бы 2-3 сотрудника, и ты съездил там, тусанул куда-нибудь в Европу на неделю. То есть, зачем мне это надо? Как бы такой вот вопрос. Поэтому тут я не хочу, чтобы вы как обиду это воспринимали, допустим, да, а именно это моя позиция такая. Ну, вот, как бы ее можно принимать или нет. Так, да, на книгу сейчас ссылочку дам. Спасибо. Мы уже, в принципе, заканчиваем. Вот, и вечером я тоже еще вам дорасскажу. Приходите обязательно, кому будет полезно. Так, книга, книга, книга. Ссылочка вот здесь. Оформляйте заявку. Где-то через неделю она вам придет после оформления заявки. Там стоит 3 тысячи рублей. Хочу с гарантией результата, да, типа, если не понравится, можете. Вернуть назад. На самом деле таких не было. То есть, она очень крутая, ну, реально. Вот, и полезная. Поэтому заказывайте, кому актуально. Так, отвечаю на вопросы. Про психологию немножко я не успел. Давайте так сделаем, если будет интересно про психологию. Я, в принципе, могу и на комплектацию, и по психологии рассказать. Вечером давайте тогда придете, мы проголосуем. И я расскажу либо, как дойти с нуля до миллиона психологически дизайнеру. Что надо делать, какие навыки иметь. Либо по комплектации еще поработаем. Вот я сейчас так понимаю, уже у нас заканчивается эфир, да? Кто там у нас с модератором? Татьяна. Сколько у меня времени осталось для ответа на вопросы? Напиши, пожалуйста. Или еще есть? Десять минут. Ага, вот Екатерина. Отлично. Так, ребята, тогда отвечая на вопросы, кратко могу рассказать про, там, еще мотивацию. Задавайте сейчас те вопросы, которые вас волнуют. Давайте, нет, давайте ваши вопросы. Это, наверное, самое интересное. То есть, вы сегодня много послушали, с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Напишите сейчас тоже, какие у вас мои мысли, ваш мозг блокирует, и что, с чем, как бы, не согласен. На самом деле, это не я ошибаюсь, это что-то можно подкрутить, рассказать. То есть, я могу просто объяснить, возможно, это будет вам полезно. Поэтому пишите смело, что вас настораживает, или с чем вы сталкиваетесь в жизни. Я постараюсь вам сейчас вот за 10 минут ответить. Окей? Так, и да, давайте смотреть, что у нас по вопросам. Вот конкретно, сейчас есть большой проект, как... А, вот, как оценить большой проект. Смотрите, если проект большой, мой самый большой проект стоил 100 тысяч долларов примерно. Я его делал как раз таки мини-студии. То есть, это был очень хороший проект, я очень много денег там заработал. Каким образом я это сделал? Значит, я познакомился с генподрядчиком. Это был офис. Большой офис на, там, многие тысячи метров. Я познакомился с генподрядчиком, сказал ему как раз таки то, что сегодня я вам учил. Говорит, типа, я, ну не я, а команда. Я показал ему на встрече, что я разумный человек. Вот так мыслю примерно, как я вам сейчас рассказываю. Разложил ему всю по полочкам, как мы будем работать. У него был бюджет уже согласованный от клиента, который он получил тендер генподряд. И он искал, по сути, наиболее подходящего для себя дизайнера, который возьмет на себя всю реализацию всего. Ну, лучше с командой. Соответственно, я с ним встретился, объяснил. Я знал, какие у него проблемы потенциально могут быть. Я рассказал ему какие там вещи, с чем он может случиться. Договорился о стоимости. Стоимость, как бы, она была чуть-чуть ниже по рынку, то есть за объем работы. Что я сделал потом? То есть потом я взял, у меня было, сейчас, у меня, короче, были несколько человек, кто делал моделинг. Моей задачей было нарисовать визуализацию и сделать планировку. А также моей работой было встречаться с владельцем компании, миллионером, да, и обсуждать с его и с его департаментами, как они работают. Мне это было безумно интересно. То есть я бы сам заплатил за этот опыт, а так как бы я туда попал, просочился вместе с ним на встречу. В общем, я сделал анкету, я их опросил, в общем, я понял все, что нужно. Я нашел концепцию, я знал бюджет и придумал концепцию вот эту. И дальше я нанял архитектора просто на зарплату, который 2 или 3 месяца, по-моему, мы это делали. Он просто чертил. Он чертил, если я не ошибаюсь, в архикаде. Мне, по сути, потребовался один специалист. Значит, стоимость, которую я заплатил, наверное, была около, наверное, 10 тысяч долларов я ему заплатил. Вот так вот. Соответственно, тысяч пять я еще и стратил на моделинг. Там было очень много сцены, всего остального. И вот мой примерно заработок потенциально был 85 тысяч долларов. Вот за 4-5 месяцев где-то это было. Но как бы там есть нюансы. Я не подписал договор как надо. Как бы слопушил, честно говоря. Я тогда не знал, как это делать. И подрядчик мне недоплатил процентов, наверное, 20. Вот так. Финальный платеж. Как бы как с вами тоже часто бывает. Я думаю, вот у всех такое было, что вы сделали работу, а вам не заплатили. Вот тогда я понял, что как я лоханулся. Вот, соответственно. Но все равно это было очень круто. То есть это вот самый большой платеж. Так вот, к чему я? К тому, что когда вы не знаете, как платить, я оценил работу так. Я примерно посчитал количество метров и примерно прикинул, сколько времени это займет. Примерно посчитал команду и дал ту сумму, которая мне была комфортна. То есть такая работа тогда стоила у крупной компании, скорее она стоила, сейчас не скорее, а точно она стоила, мы даже в тендере участвовали, на самом деле, около, наверное, 300 тысяч. То есть в 3 раза дороже было. В 3-5 раз дороже. То есть там были предложения от именитых компаний, крупных архитектурных бюро, которые делали. Но почему меня выбрали? Потому что генподрядчик хотел сэкономить, соответственно, ему не хотелось обращаться в крупное бюро, а деньги у него уже были. То есть ему клиент выделил там сколько-то десятков миллионов на реализацию большого комплекса. Вот, и он купил, по сути, ему дали несколько десятков миллионов, а он за 100 тысяч купил себе дизайнера карманного. По сути, вот такая была логика. Представляете, как прикольно. Мог бы он нанять другую студию? Да, мог, и риски может быть и было меньше, а может быть и больше. Но он понял, что моя позиция, как я рассказываю, снижает ему риски. Поэтому сделка совершилась. Вот примерно такая штука. Такие вещи надо знать, уметь и делать. А как оценивать? Надо знать, кто ваши конкуренты, сколько они заплатят. И когда вы с кем-то общаетесь, допустим, с клиентом, который вам доверяет заказ, надо понимать, заказчики, клиенты, они всегда оценивают степень риска. На самом деле мы тоже так делаем, я тоже в книге моей рассказываю об этом, что когда мы покупаем, нет такого понятия, у кого купить. То есть купить ты можешь стол, допустим, любой индивидуальный на заказ, или кухню на заказ, давайте кухню возьмем. В разных компаниях. Ты можешь ее купить в Икеа, у тебя будет понятное качество. Ты можешь сделать на заказ в какой-нибудь шарашке на конторе, у тебя будет в три раза дешевле, чем обещает нормальная столярная мастерская. В принципе, ты можешь упороться и каждый день к ним ездить, смотреть, как они делают. Но ты стратишь больше времени. Да, ты сэкономишь в три раза дешевле, но ты стратишь больше времени. Либо наоборот, ты платишь больше денег, но тратишь меньше времени. Такая логика. Но тут еще прикол в другом. Прикол еще в том, что не факт, что ты заплатил дорогой компании, и тебе сделают. То есть ты только риск свой уменьшаешь потенциально. И также не факт, что маленькая компания, которая еще никому неизвестная, она запорит проект, может быть все получится. Вот инвестор, ну не инвестор, а клиент всегда взвешивает риски. И это зависит только у него в голове, насколько он готов рисковать. Вот и все. И есть ли у него альтернатива. Как только мы понимаем управление рисками, вот эту историю, то мы можем с этим работать. То есть вот это дизайнер должен понимать, особенно в комплектации. Когда мы делаем комплектацию, вот то, что в книге описывают, там прям этому посвящена целая глава, как выбрать каких поставщиков. Там у меня 15 позиций поставщиков, и как с ними правильно, на что смотреть, как реагировать, как поселить себе соломку там, где будут проблемы. Вот поэтому в оценке своей стоимости все то же самое. Вы можете адекватно оценить стоимость, если поймете, что вам это выгодно, и вы поймете, какие риски есть, какие альтернативы есть на самом деле у клиента. Как только вы это понимаете, вы можете уже выставлять стоимость и начать торговаться. Это вопрос переговоров. Вот примерно такая история. Вот как бы на кейсе рассказал, как у меня было, можете применить частично или полностью. Для этого, естественно, навык нужен. Так, 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 так. Поэтому стараюсь не заводить отношения с клиентами. Ну вот видите, ограничение того, что вам надо с них деньги получать, вы не заводите отношения с клиентами. А отношения с клиентами очень клево заводить. Почему? Потому что вас могут посоветовать просто потому, что вы хороший дизайнер или хороший человек. И это такое сарафанное радио. То есть, по сути, сэкономив на менеджере, ну вот Роману, да, комментарий такой мой, сэкономив на менеджере, который будет с него деньги требовать и требует самостоятельно, вы, по сути, все равно небольшой негатив на себя оставляете. Что может мешать вам в согласованиях, в дальнейшем, в дальнейшем, как бы, работе, да, когда клиенту будет больно, а так надо делать, ну, что-то, да, какие-то вещи. Когда он будет вас советовать. То есть, злобу он, условно, может на менеджере вымещать, а с вами дружить. А дружить с клиентом очень полезно. Поэтому не лишайте себя возможности дружбы, лучше наймите менеджера. Это психология тоже такая тема. Где столько таких людей найти, главное, минус не уйти. Рассказал. Проблема в кадрах, актуальный вопрос, редко можно найти ответственных людей. Проблема поиска кадров, самое главное, запомните, пожалуйста, не то, что ответственных людей нет, ответственных людей в вагон полно. Но, то есть, посмотрите, вспомните свою школу там, да, или институт, где вы учились. Очень было много умных людей, ответственных и так далее. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что почему они будут с вами работать. Вот в чем вопрос. Это первый. И второй вопрос, какую работу вы им выдаете. То есть, я могу быть сколько угодно ответственным и умным человеком, но если я не понимаю, что мне делать, если я вижу там, что у вас, допустим, хаос и некий бардак в организации, в структуре, то я, ну, во-первых, я не пойду к вам работать, а если пойду, то как бы временно. А если пойду и невременно, то я буду себя все равно не в полную меру распаковывать, я не смогу принести вам максимально пользы, потому что я не буду знать, что мне делать. Я тоже могу пример такой привести из практики. Была одна компания известная по визуализации, и там платили много денег, по-моему, 3000 долларов в месяц. То есть, студенту там 19-20 лет, это было бы очень клево. Вот, я пришел туда устраиваться, собственно, меня сразу же взяли, пригласили на работу. Потом сказали, что вот тебе там какой-то офис, там, мобильной компании, давай рисуй. И больше ничего не объяснили. Типа рисуй. К обеду уже, утром я только сел, к обеду ко мне стали подходить, говорят, ну что там, что там нарисовал. А я вообще не разобрался, где у них какие модели, какие папки, что там куда вкладывать. То есть, я очень был талантливый специалист, ну, реально талантливый. То есть, мне платили клиенты деньги, и я умел делать быстрый результат. Когда понимал задачу. Задачу мне не поставили, либо поставили так, чтобы я не понял. Либо убедились, вернее, они не убедились, что поставили правильную задачу. Тогда я этого ничего не знал, соответственно, я не смог спросить правильно. И в итоге что? В итоге я умный человек достаточно, даже тогда был, достаточно образованный, достаточно талантливый. Но они не смогли мной воспользоваться. Скорее всего, они подумали, что типа, ну, как бы я не справился. Но это не так. Они не создали ту структуру, в которой я бы раскрыл свой потенциал. В итоге на второй день я на работу не вышел. Я понял, что это не для меня, мне невыгодно работать в этой компании. Я им позвонил, сказал, ребята, так и так, типа, как бы мне такое не подходит. Я не стал объяснять, почему. Просто я сказал, ну, я не смогу работать, вот и все. Вот, примерно такая история. Поэтому, если бы они подготовились заранее, если бы они меня встречали с распрострертыми объятиями, как суперспециалиста, да, если бы они подготовили и ввели меня плавно, то я бы приносил, и, возможно, моя жизнь даже по-другому бы свершилась. Вот так вот. Такая вот история. То есть, можно основать студию, сколько вам лет? 37. Семь навыков интересно, конечно же. Вечером, если попросите, то расскажу. Вы в каком городе живете? Это уже было. Дайте ссылку на книгу «Дал». Мы уже купили, читаем, изучаем класс. Инна супер, отлично. Да, вот, кстати, Инна молодец. Видео Инны, как она делает, проекты тоже есть. Замечательные, кстати, девушки, Инна и Валерия, они делают во французском стиле. В Провансе, получается. Не в правду, в Провансе. Во французском стиле делают интерьер. У них такая специализация. Прикольный сайт они сейчас делают. В общем, рекомендую. Знаю лично. Только людям сразу надо говорить, кто тут директор, или оформлять это как партнерские отношения, но нередко партнеры потом расходятся. Ну, как бы в расхождении никаких проблем нет, но как и в жизни, тут, в принципе, неплохо бы подписать понимание, кто что будет делать и как вы будете расходиться. Потому что расходиться, естественно, будете. Поэтому ничего страшного, если запланировать это заранее, что в какой-то момент у каждого будут свои приоритеты в жизни. И, скорее всего, так и будет, потому что очень сложно развиваться одновременно двум сильным личностям. То есть, каждый пойдет в свое. Кто-то может в эзотерику вообще удариться. У меня был один заказчик, не заказчик, а работодатель, который, короче, ударился в эзотерику, там типа фэн-шуй и вот всякую вот это вот... Давайте не буду, значит, называть это своими именами. Ну, короче, мне непонятную историю, назовем это так. И в итоге что? В итоге, короче, компания загнулась, он набрал денег и скрылся. Вот и все. И что делать? У него были партнеры, которые просто сказали мне, слушай, ну извини, дружок, денег нет. Я такой, блин, ну понятно, спасибо. Я остался без зарплаты там за два месяца и вот как бы с таким понившим носом. И вот, как бы вот такой вот итог. Ну вот, бывает. Бывает, короче, что кто-то там куда-то пойдет, какую-то психологию, кто-то пойдет типа в бизнес. То есть, начинали за здравие, да, окончили по отдельности. Каждый свое. Поэтому бывают разные случаи. Так, 10 минут, окей. И, в принципе, у нас 10 минут, в принципе, завершаются, да? Давай сейчас быстренько доотвечу, да? Несколько еще осталось вопросов. Где можно обучиться? Конференция проходит в Москве или онлайн? Да, ребят, конференция у нас проходит онлайн. Ну, это не у нас, это вот компания «Радиолог» сейчас вот проводит конференцию. Это Светлана Котлукова, Татьяна и другие девушки. Агентство «Радиолог». Рекомендую агентство продвижения для дизайнеров. То есть, ну, как бы устраивает много мероприятий и так далее. Поэтому можете воспользоваться и приходить на… Они, по-моему, делают чуть ли там не 300 мероприятий в год в Москве, в Нахимовском «Экспострой». И раз в год мы делаем большую, одну массовую события-конференцию. Это в апреле. Поэтому готовиться мы начинаем с Нового года. Не пропустите. Ну, то есть, подписывайтесь на Инстаграм-канал. Да, кстати, сейчас напишу. Кто еще не подписался, подпишитесь. Инстаграм-канал есть конференция и Фейсбук-канал. И можете подписаться тоже. Вот такой. Это Инстаграм. И там вы увидите, когда будет приглашение. Сначала мы приглашаем со скидкой по себестоимости. То есть, можно практически в цену билета, сколько мы за аренду зала платим. Вот по такой цене прийти. Вот. Это Инстаграм. У меня есть Телеграм-канал. Очень тоже прикольный. Я там отвечаю на вопросы. Каждый день какой-то новый вопросик. Называется System Club. Найдете, кому интересно. Подключайтесь. Он бесплатный. Почитайте. Сейчас Телеграм. Подписывайтесь тоже. Значит, архдиалог. Ну, не буду, наверное, писать. Сайт. Сайт вот Татьяна, наверное, напишет. Электромодератор. Агентство. Рекомендую. Кстати, про них тоже. В книге в этой написано. Я вам пришлю копию. Там про вас есть в отдельном отделе. Значит, как с вами работать дизайнером. Поэтому в книгу тоже попали. На партнерских. Они еще не знали об этом, но я про это написал. Так, что еще? Поэтому следите просто за обновлениями. Не пропустите. У меня на сайте, в канале. И у архдиалог на канале. Там все будет. Так. Какое образование? Сколько лет? Лет сказал. 37. Образование строительного университета. Ну, в принципе, в основном самообразованием я занимаюсь. И это дает плоды свои. Я согласен со всем, что говорите. Очень мне близко и понятно. Спасибо за такую полезную информацию. Пожалуйста. Можно ли работать с вами удаленно? Да, можно. Мы только удаленно, кстати, работаем. Вот у меня офис, в котором мы находимся, он только для встречи с клиентами. То есть у меня там есть небольшая зона. Там один-два человека могут работать. Но в основном у нас вся работа идет удаленно. Вот. Это формат нашей... Это стандарт профессии, скажем так, по дизайну. То есть нет необходимости находиться в одном месте, если ты работаешь системно. А системная работа – это работа в системе ведения проектов. В общем, короче, это такая тема рабочая точно. Как считаете, сама составляющая дизайна – это все вкусовщина? Искать, кому нравится такой стиль. Я не очень понимаю, что такой составляющий дизайн и вкусовщина. Короче, дизайн – это дизайн проекта. Это то, как надо сделать. А что ты хочешь сделать – это не вкусовщина. Есть правило. А, я понял, что типа можно ли делать, как тебе нравится? Нет, нельзя, потому что есть объективное понятие красоты. Для этого можно смотреть, допустим, там трактаты древних, условно классику. Все на классику опирается. И на какую-то историю. К примеру, нельзя делать так, что у тебя, допустим, дерево, на него камень опирается. То есть это будет просто нетактильно. То есть ты будешь подкожно ощущать какой-то дискомфорт. Потому что на тонкой какой-то рамочке будет находиться мощная вещь. Вот как бы в этом проблема. Соответственно, качественный дизайн подразумевает то, что все стыки сделаны аккуратно, технологично. Материалы работают как надо. Колонны, конструктивные вещи – они сделаны правильно. Поэтому архитектурный подход, он очень важен. Ну, как бы в построении пространства. А дальше мы делаем такую же симметрию, композицию и, условно, баланс в плане мебели, материалов и цветов. Это делают декораторы. То есть тоже окей. Поэтому красиво или некрасиво – это не субъективное понятие, а объективное. Другое дело, тебе нравится или не нравится. Хотел бы я в этом жить или нет. А это уже субъективное. Но если тебе не нравится какой-то там стиль или там… Сейчас я аналогию проведу очень простую. Если тебе не нравится абстрактная какая-то картина, это не значит, что она плохая. Это значит, что ты как бы ее не понимаешь. А если другие люди сказали, что это окей, и там есть какая-то мысль, это значит просто, что ты эту мысль не знаешь. Поэтому примерно так. Так же и в интерьере. Ну или если тебе не нравится стиль, и ты в нем жить не хочешь, это не значит, что он плохой или дизайнер плохой. Это значит, что просто это не для тебя, а сделано для других. Но при этом дизайнер выполнил задачу, это отлично. Поэтому вот так вот по вкусовщине. Договор нужен? Да, договор нужен обязательно. Расскажите, пожалуйста, о вашем первом реализованном проекте. Да, сейчас я не успею, расскажу отдельно. Все, в принципе, я написал. По-моему, у меня все. Ну, напишите, как вам сегодня понравилось, не понравилось. Вечером какую тему готовить? Комплектацию либо семь навыков. И, в принципе, наверное, минуты и завершаем. Да? У меня все, спасибо.